Музыка Музыка Мы перелистаем страницы истории наших семей. Мы расскажем о семьях сороковых, пятидесятых, шестидесятых, восьмидесятых годов. На примере одной или нескольких семей. Ведь семья, как сказано в Конституции Украины, это маленькая держава державы. А будет нормальная здоровая семья, значит будет крепкая здоровая держава. И открываемую страницу истории семьи с рубрики «Их познакомила война». Жди, когда снега метут, жди, когда жара, жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Огненные сороковые годы. Мы еще не раз будем вспоминать, как подстуки далекого рома. Семейные пары сороковых. Сколько у них было планов, сколько было надежд, сколько было задумано интересных мыслей. А было и такое, что только сыграли свадьбу. И в ночь на 22 июня прощать, любимый мой, родной, суровый день принес разлуку. Враг бешеный, на нас пошел войной. Жестокий враг на наше счастье поднял руку. Иди, любимый мой, иди, родной. Никто не мог предвидеть, что разлука это будет долг, 4 года. И кто знал, как все обернется. Но любовь к родине, любовь к земле, любовь к людям, она, любовь согревала, оберегла, она выстояла и пролетила. Много было искалечено студеб. Девушки не встретили свой новый рассвет. Некоторые остались дома вдовами, не успев стать женами. А те, кто дождался, были рады встрече со своими искалеченными, измученными мужьями. Который зашел через порог дома, обняв жену, мать и детей. Уставшие, не дождавшись за столе, засыпали. А жены сидели и благодарили свою судьбу. Так было. Сидящая садик помнит об этом. А вот судьба наших юбиляров, золотых юбиляров, Николая Гавриловича и Антонины Ивановны Альбещенко, совершенно другая. Их первая встреча, военная встреча, произошла в госпитале. Это была первая любовь и последняя. И я с удовольствием Николая Гавриловича и Антонина Ивановна приглашаю к нам на сцену. Вы видите перед собой именно ту пару, о которой я сказала. Военную пару. По-моему, они сейчас выглядят как военные люди, да? Такие все собранные. Вот что вы хотели сегодня всем нашим семьям, молодым, которые присутствуют в зале, пожелать? Я хочу пожелать всем такой дружбы, такого семейного получения, чтобы его окажут в семье экономия. Ну а вот насчет того, что мы с вами говорили, первая любовь и последняя. Как? Как насчет любви у вас сейчас, нормально? Нормально. Обычно только от женщины. Что вы же знаете? Сейчас уже пожелаю. А я хочу пожелать всем молодежи, чтобы им уносить здоровье, отдача в их жизни. Чтобы они такого не видели, никто так, что не видел. Все. Большое спасибо, пока побудусь, пожалуйста, на нашей сцене. А я сейчас хотела бы на нашу сцену пригласить гостей нашего праздника. Заместителя председателя райгосадминистрации Потапенко Владимира Ивановича и председателя райсовета Переван Константиновича. Я хочу вручить и докторовать Николаю Рыбовичу и Асталину Ивановну знак большой благодарности и уважения и поздравить их с 20-летием золотой свадьбы. Дай Бог им здоровья, чтобы они встретили 100-летие своей свадьбы. Чтобы внуки и правнуки их поздравили этот имелений день. Счастья вам! Семенов, что это будет. Уважаемые товарищи, я от имени района государственной администрации районного совета депутатов поздравляю наших юбиляров с этим знаменательным событием в их жизни. И действительно здесь было сказано правильно, что жизнь про жизнь не более перейти. Это трудная, сложная... Поздравили с юбилеем, пожелать им крепкого здоровья, успеха, воспитания внуков, правнуков. И всех вам благ на вашем жизненном пути. Вручите им подарок! А еще мы сегодня ведь проводим районный праздник. Праздник День Семьи. Я хотела бы на эту сцену пригласить наших золотых юбиляров. С Новоевановки, семью Терзи, которые вот уже 58 лет шагают вместе по нашей мирной земле. Пожалуйста, я прошу подняться на сцену. Это те семьи, которые нашу страну, наверное, на ноги, и которые продолжают помогать. В 2020 году отметили 50-летие. Силовичники Майтанюк Аркадий Иванович и Диме Тагиловна. Есть? Пожалуйста, поднимайтесь на сцену, не стесняйтесь. Дружные аплодисменты, пожалуйста. Ведь это наши золотые юбиляры. Дай Бог нам так дожить. Я приглашаю на сцену снова совлад Ереницу, Луку Мартьяновича и Анну Кириловну. Ереница Лука Мартьянович и Анна Кириловна. Я приглашаю на сцену с Холмского Стояновы, Георгия Федоровича и Матрёну Карландьевну. В декабре 1998 года было 50 лет в пружинской жизни. Стоянова Георгия Федорович и Матрёна Карландьевна. Я приглашаю на сцену с глава семью Стретьевых, Стретьевых, Михаила Петровича и Миланья Михайловны. Михаил Петрович и Миланья Михайловна. Я приглашаю с прямой балки Митали Ивана Васильевича и Нину Евстигнеевну. Митали Иван Васильевич и Нина Евстигнеевна. Есть? Я приглашаю в серебряных юбилярах села Виноградовки Маковецких Валентину Александровну и Владимира Павловича. На этих людей перед вами стоят юбиляры, которые плечо об плечо, рука об руку вместе шагают по жизни. И не важно, что тогда свадьбы гуляли под патефоны и гармошки. Невесты были в сисловых платьицах, а в украх держали букет полевых цветов. А женихи, может быть, я не права, но мне кажется, действительно было так. Брали на прокат у своих друзей иногда ботинки, рубашки, поношенные брюки и шли, шли под венец, который я крестил их на всю жизнь. Я желаю вам счастья, долгого еще. Я не говорю вам, как молодым семьям. Я говорю вам огромное, большое спасибо и низкий поклон за то, что вы являетесь примером для нас молодых. Дорогие друзья, я хочу обратиться сегодня ко всем присутствующим в этом зале от имени районного совета районной госадминистрации, руководителей коллективных сельхозпроектий и сельских долг, и председателей сельских долг. В первую очередь хочу обратиться к нашим юбиляраммам. Сегодня мы с вами все празднуем большой святой праздник, День Семьи. Что бы там ни говорили, но все в жизни начинается с семьи. Семья – это основа человечества, общества, это основа жизни на земле. Без семьи не будет жизни, не будет человека. Без семьи не будут радости, не будет горя, не будет удачи, не будет успехов, не будет земного, настоящего человеческого счастья. Я просто от всей души рад за вас, уважаемые юбиляры. 50 и более лет идти друг к другу, идти в паре, делить радость, горе, удачу и несчастье, и победить, и пройти полвека вместе – это героизм, это огромное счастье. И хотелось бы пожелать вам здоровья, прежде всего здоровья, чтобы вас не забывали дети, чтобы вас любили внуки и правнуки, и чтобы вы долго-долго жили с тем, чтобы показывали пример молодым, как надо найти по жизни. Даже в это сложное, трудное время. А вам пришлось пережить не одно трудное время. И вы выжили, и вы вырастили детей, внуков, вы все сделали, чтобы наша страна крепла, и чтобы вы были настоящей державой. Я хочу обратиться всем семьяшим в зале. Все мы с вами родители, все мы с вами имеем семью. И я считаю, что этот праздник особый. Вы вдумайтесь в слово «семья». Семья. То есть семья, прежде всего основа, малая настоящая семья состоит из семи человек. Семья. Семь личностей, семь людей, семь граждан Украины. Это отец и мать, бабушка и дедушка и трое детей. Как говорят, расширено распроизводство. Семья. Родительский дом. Что может быть лучше? Что может быть священнее в жизни человека? Как бы мы хорошо не жили? Что бы с нами в жизни не происходило, но мы всегда возвращаемся в родительский дом, мы всегда идем к родителям, мы всегда идем к детям, мы всегда идем в свою родную семью. И поэтому я считаю, что для человека более прекрасного праздника, чем день семьи, нет. И я хочу вас поздравить всем с этим днем семьи, пожелать всем здоровья, семейного благополучия, счастья и большой любви. Любви жены и мужа, любви родителей, любви детей, внуков. Просто настоящей, человеческой, большой любви. А что можно сказать всем, кто сидит в этом зале еще? Мы должны сделать с вами так, чтобы наша жизнь отвечала словам поэта. Что может быть выше, счастливее, умнее, чем жить полный рост, полный свет, полный голос, и что-то оставит земле для ее сыновей. Дерево, борозду, молот, мелодию, голос. А вам, а вам, дорогие ветераны, хотелось бы тоже сказать словами поэта. За годом год, за века и века, за полосой и полоса, но ветер века пусть дует в ваших руках. Здоровья, счастья, всего доброго. Спасибо вам. Уважаемые товарищи, торжественная минута, волнительная минута. Мы празднуем здесь ювеляры в нашем присутствующем зале, прибыли многими семьями. Это второй год подряд мы уже проводим День семьи. Недавно мы проводили в этом же доме культуры День матери. И эта трогательная встреча еще раз подтвердила, что жизнь начинается с матери, с семьи, с очага домашнего. Все это создает настрой на то, чтобы наше государство в семейной ячейке крепло, укрепляло свое могущество, и чтобы мы все краше с вами жили и лучше. Поэтому мне хочется пожелать вам всем присутствующим в зале и в вашем лице, вашим родственникам, близким, знакомым, крепкого здоровья. Эти пожелания и высказывает Антон Петрович Потапов, который извиняется за то, что он не смог прибыть на эту встречу. Сегодня у нас работает комиссия с комитетом министра по желудоководству. И он тоже просил вам передать поздравления своим юбилярам всем присутствующим в зале, свои теплые пожелания с этим знаменательным праздником в вашей жизни. Пожелать вам всем крепкого здоровья. И мне хочется, чтобы эти праздники наши стали традиционными, и чтобы мы все больше и больше расширяли наше, так сказать, влияние семейного воспитания на наших детей и подрастающих поколения. Чтобы семья, это чувство передавалось из поколения в поколение, и чтобы мы с вами все больше и больше ощущали теплоту материнских рук, теплоту наших бабушек, дедушек, чтобы наши дети ощущали себя комфортными в наших семьях. Чтобы у нас не было бродяги, 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 чтобы наши дети росли полноценными гражданами Украины. Я желаю вам всем крепкого здоровья, приятно провести сегодняшний праздник, пожелать вам всех благ, поблагодарить всех руководителей хозяйства, представителей сельских советов, которые приняли участие и доставили сюда вас в этот праздничный зал, и пожелать вам всем большой успехов на вашем жизни на пути. Спасибо вам большое. Праздник есть праздник, и сегодня нашим юбиляром мы подготовили наши праздничные подарки. Я прошу вынести подарки нашего юбиляра и в зале кто присутствует представители из всем, которых я называла, пожалуйста, выйдите сюда к нам на сцену. А мы дружно поаплодируем еще раз нашим парам. Дружнее, дружнее! Попробуйте, вы столько проживите! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А видите, как они стоят у нас, как сталь журавлей, вот так вот по косу, которые улетают в голубую даль. Счастья, здоровья вам еще раз всего сердца всех присутствующих в зале, чтоб вы не болели, а чтоб душой молодели. Мы просим вас пройти в зал. Пройти в зал, а мы не хотят уходить. Я прошу вас всех пройти в зал. Им понравилось. А мы дружными аплодисментами проводим наших дорогих золотых юбиляров. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Розовые ступинки Носят мини-майки Вместо мини-майки КОМ РЕСТОРАН Открыли, Старства звание дали, А рядом Ветрезвитель финишем назвали. КОМ РЕСТОРАН ОВЕР КОМ РЕСТОРАН Кому это надо, никому не надо, Кому это нужно, никому не нужно. Плакали коровы, подняли шумику, Кормят, как цыпленка, а доят, как сранинку. Кому это надо, никому не надо, Кому это нужно, никому не нужно. Кому это надо, никому не надо, Кому это нужно, никому не нужно. Мы от хулиганов женщин защищали, хулиганы скрылись, а нас арестовали. Кого это надо, никому не надо, кого это нужно, никому не нужно. Кого это надо, никому не надо, кого это нужно, никому не нужно. Именно и умерли, нам один знакомый, может быть соседям, расскажите вы дома. Кого это надо, никому не надо, кого это нужно, никому не нужно. Кого это надо, никому не надо, кого это нужно, никому не нужно. Как трудно быть женщиной и как прекрасно быть женщиной. Жизнь вдвоем дает в тысячу раз больше возможностей доказать свою любовь Не только нежными словами и ласками, но и ежечасной заботой о любимом человеке Извечное стремление женщины создать семью, где увидят свет и вырастят ее дети Создать дом, где всем будет хорошо Это прекрасное стремление не устареть ни в какие века Среди многих радости женской доли есть одна Та, которая ничто не сравнится Это родить и воспитать ребенка Это Божий дар, это женское таинство ее души Только женщина может понять то состояние, когда рядом с ней появится родное запахом молока Беззащитное создание Оно мое Вот такими словами я хотела бы начать наш рассказ о наших многодетных семьях Как там многодетно звучит, не по-современному Вы знаете, я бы вот с этого года дала бы таким семьям другое название Не многодетные, а солнечные семьи Потому что у солнца очень много лучиков Так и вот в этих семьях вот эти вот лучики маленькие, беззащитные Становятся прекрасными юношами и девушками И я сейчас хотела бы под ваши бурные, громкие аплодисменты Пригласить сюда на сцену семью кого? Правильно, семью Погорельник, село Каменское С три малютка, которые приехали сюда Прошу всех присесть А вот теперь давай незнакомимся Вот это вот, я уже знаю, вот маленький Вовочка Да, Вовочка? Да А сколько у тебя сестричек? Три А три плюс один сколько будет? Четыре Математику знаешь Так вот я тебе дарю четыре шарика Держи Вот это и будет вся ваша семья Вы знаете, когда мы готовимся вот к таким встречам Но я думаю, что папе немножко тяжелее держать девочек, да? Когда мы готовимся вот к таким вот встречам Мы всегда листаем газеты Наши, местные, арцистские вести особенно И вот вы знаете, что мне понравилось? Я даже зачитаю Когда папа, Вячеслав, был на смене И когда он знал точно, что будет только лишь двое А медсестра в это время звонила и говорила, что у вас появились дети Он не спрашивал сколько Он всегда почему-то интересовался, какое качество Но когда ему сказали, что качество отличное у вас тройня Можете себе представить, какое было состояние у папы А те молодые папы, которые все отзаяны, наверное, и завидуют Ничего себе, да? Вот это мужчина Дорогие наши Вячеслав, Светлана, Вовочка и Вера, Надежда, Любовь Поверните, да Прошу, чтобы вы вернули всех Мы знаем, что вы уже устали от этих наших приветствий От наших вот этих вот, таких вот Постоянных экскурсий Но я думаю, что вашим малышкам и вам это будет хорошая память И долговечная память Мы желаем вам счастья, здоровья Мы хотим, чтобы ваши дети выросли Чтобы мы гордились тем, что в нашем, в нашем Аркцирском районе именно есть тройня Ну а вам, как маме, что бы хотелось пожелать женщинам? Ну, женщинам Чтобы их любили мужья так, как меня муж Даже можно и больше Ну и чтобы было побольше детей Потому что это огромная радость иметь только детей Потом это будет огромная помощь И даже на старости лет спокойствие Милости, здоровья, счастья Всего самого хорошего Дедочка, а вот такой вопрос, Калюс, как женщина с женщиной, хочу вам задать А вы бы не хотели еще тройню? Пусть другие, да? Володя, я понимаю, что на ваши плечи Такая, знаете, вот такая тяжесть Почему? Потому что все-таки две девчонки Знаете, что такое женщина, да? О, это же платьица, бантики, туфельки, трусики, маечки Ну а вообще вот вы как мужчина Как думаете? Все-таки перевес будет в доме на чей стороне? На мужской или на женской? На мужской, наверное Правильно, правильно, на мужской Потому что у них есть опора, которая разделяет Это Вовочка Вовочка Ну а поскольку ты все-таки самый старший Среди сестричек Что бы ты хотел пожелать Ну вот своим сестренкам Все хорошо А маме и папе? Терпение Большое, огромное тебе спасибо И я надеюсь, что ты вырастешь Прекрасным, хорошим человеком Который будет помогать своим сестренкам И который так же великолепно научит их считать Как это умеешь делать ты Я прошу представителей Села Каменское подняться к нам на сцену Отец семьи и молодежи Которые хорошо знакомы Нашей семьей В очередной раз Кроме тех Супер-магитопонов Супер-холодильников Мы им дарим Прекрасный набор Я этих молодых друзей Поздравляю всей души Желаю им действительно Долговечного терпения Любви, согласия Добра И главное, мира и здоровья Всего им доброго в этой жизни Дай Бог им силы Выдержит и дойти до 50-летнего юбилея Один подарок Это от села От КСП И от Сельского совета Он у меня От райма с администрации Антониной Дядя Надо, чтобы у мамы было еще две руки И у папы тоже Дедочка, вот такой вопрос, пока вручает подарки Мы знаем, что ты запорожь в теплой, да? Самого Запорожья, да? А об этой сенсации, что случилось у нас Вам уже знают? А не завидуют? Наверное, завидуют Надо поделиться секретами с ними, да? Дорогие наши Вова, Света, Вячеслав и Вера Добра, Жушлина и Адам Надежда и Любовь Они пока еще Их тяжело различить Мы желаем вам счастья Здоровья Всего самого хорошего И я надеюсь, что мы с вами На нашем предприятии Будем еще встречаться Всего вам доброго Дружба на технике Сколько же все-таки у нас в солнечных районе семей Это семья Дубрав Андрея Трахимовича и Елены Агимовны Село Каменское Поднимайтесь и стесняйтесь Стоим, да? Холмского Семья Агимовых Елена Ивановна Ивановна Георгиевич Девять детей Село Каменское Георгиевы Петр Афанасьевич И Александр Борисов Нет? Нет Город-арцисс Гавриленко Анна Ивановна Гавриленко Анна Ивановна Новая поплавка Дублесец Григорий Николаевич Истельна Елена Алексеевна Девять детей Новая поплавка Берегов Великобритания Борисовича Воспитывает Георгиев Село Каменское Раиса Девять детей Девять Ивановна Ивановна Девять Раиса Сергеевна Деревна Черезовна Наталья И Георгиев Прямая Павлова Андрея Ивановна Николаевна Николай Михайлович Садовая Тодоров И Дюков Главами Дунки Валентина Разрёг Ивановна Ивановна Докурсер Ивановна Дмитрий Васильевич Степанович Венгриевская Семья Год Ольга Васильевна И Георги Степанович Победать Продолжение Если Должна Стоять Глава Должна Стоять Потому что Сегодня С нами 24 Пенала Новая 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 Иванова Николаевич Папа Новая Иванова Иванова Александрович Семя Златя Галина Павловна И Чупович Павлович 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 Верхов Венгриев Венгриев Паметина Бобик Анастасия Которая Павлович Семья Береги Которая Венгриев Анастасия Златя Семья Семья Павлович Павлович Семь Я прошу всех представителей, которые приехали с этим наглядным веселем, ведь у вас есть еда субтитры, вы можете приобрести детей. А я сейчас хотела бы на сцену пригласить с Каплан, к угостеру Григория Николаевича из цели наглядного веселем, у которого делят детей. Я прошу показать нам на сцену Каплана Григория Николаевича, и это гостей. Морская, Димова Елена Ивановна, Иван Георгиевич, это, по-моему, пожалуй, самые большие рекоменданты, которые имеют девять детей, да? Я никого не упустила? Нет. Я прошу еще раз, дорогие наши солнечные семьи, хочу, чтобы вы сейчас поднялись еще раз в зале, для того, чтобы вам могли вручить маленькие скромные сюрпризы. Пожалуйста, поднимитесь еще раз, кого я называла. Просто нет возможности всех пригласить на сцену, но я хочу, чтобы вы все поднялись в виде снятий. Это необходимо для того, чтобы у вас видео есть, а нацистка дает, потому что у нас, издаваться, и короткий. Потому что мы еще раз напоминаем, что с нами сегодня на встрече в студии 24-х канала. Тут как? Что тут? Миркопольте. Миркопольте. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Хорошо, помогает семье смотреть детей, хотя сейчас такое время очень трудно. А вы знаете, вообще-то логика у женщины такая, что даже если было и плохо, все равно скажешь хорошо, да, женщины? Куда мы денемся без них? А вот вы кем работаете? Я сейчас по КМС, ну, в Стрывово-Венце. Работал чем-то, но в Черноморце сейчас по КМС. Перешел в родное село, еще не работаю. Дай Бог, чтобы вы стоились на работу. А вы? Электромонтер в связи. Электромонтер в связи, да? Ну, вообще-то сложная профессия, да? Вы целый день на работе. А все-таки кто больше занимается детьми, вы или жена? Конечно, жена. Ну, а у вас? Вместе. Когда нет его, я, конечно, так, вместе помогаю. Значит, вместе, да? У нас двойные, три маленькие девочки, патриотика. 23 февраля была патриотиком. Действительно, две девочки, это занято. Но еще вот такой вот вопрос, чтобы вы хотели пожелать женщинам, многодетным женщинам, солнечным нашим семьям, как я уже сказала. Ну, в первую очередь, конечно, здоровья, мира, терпения. Дай Бог, чтобы были дети здоровые, сильные. И любить, конечно, побольше в семье. А вы? То же самое хотел бы. Чтобы мир был, и чтобы детки не болели, и слушались родителей. Самое хорошее. Самое-самое хорошее. Ну, а что бы вы хотели пожелать нашим мужчинам, сидящим в зале солнечных семей? Чтоб у них было много детей. Чтоб было, как бы там не пять, чтоб было девять. Да, да. Значит, опыт будем перенимать у вас. Огромное вам большое спасибо. Я прошу пройти ваш зал, а вас дружно аттутисментами проводить в наших гостях. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет нашего района. И я хочу от имени женщин нашего района, от областной ассоциации женских организаций, поздравить вас с прекрасным праздником, днем семьи. И пожелать вам тепла вашего семейного очага. И пусть это тепло всегда вас собирает вместе. Вместе и деток, и мам, и пап обязательно. Здоровичка вам крепкого. А сейчас от ассоциации мы дарим школьные формы близнецам из многодетных семей. Наташа и Алена, да? Пожалуйста, да? Носите на стороне формы школьные и обувь. И Тодор Иванченко, да? Иванченко. Есть бабушка здесь. Вот, есть бабушка. Дело в том, что мы проводим в такое время, когда дети в школе. И сегодня у них, я поняла, контрольные работы. Но мы самой главной няне вручим, значит, Александру, близнеце тоже, Александру и, как там вот, Андрей и Танечка. Спасибо большое бабушке. Вы мне рассказывали, что эта бабушка, эта добрая бабушка находит свое время, находит любовь, сердце все, отдает своим шестерым внукам, да, бабушка? Шесть, два, шесть. Шесть. Спасибо, что мне сейчас у меня десять. Даже десять. Спасибо большое-большое. Здоровичка вам, Невского. Тепла вам. Да вам. Дело в том, что председатель сельского совета из Дунаевки только что вот подъехал и немножечко опоздал на нашу встречу, поэтому я предоставляю ему возможность вручить подарок многодетным сетям своим. Я хочу поздравить всех присутствующих в этом зале, вообще всех с днем семьи. Вот, и хочу немножко задержать, поздравить семью Миговой Синаиды Ивановны. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А также Починькову в Порезу. А также Мигову в Марию Николаевну. А также Мигову в Марию Николаевну. Ну, дружнее, дружнее. Ведь выходят женщины. Самого слова о чем говорится. Силами КСН и сельского совета мы каждой семье передали по 20 гривен. Здоровье, материал детям и отцам, конечно. Ну, вы простите, уж коль вы опоздали такой вопрос качественный, а вы женаты? Да, конечно. А ваша семья здесь? Нет, семьи нет. У нас мальчики и девочки, они в школе. Значит, мы вас тоже от имени сидящих в зале поздравляем с тем, что у вас есть семья, что у вас есть дети. И счастья и здоровья вам, больше не опаздывайте. Как и в любой встрече, в нашей встрече есть тоже маленькие, секрет нашего домашнего очага. Дело в том, что в этом году, этой весной, 26 мая, призываются в ряды украинской армии ребята из многодетных семей. И я хочу с удовольствием сейчас пригласить их на сцену. Прямая балка Андреев Михаил Николаевич. Все поняли, что уманы с вами? Ну, я так поняла, вы без жены и без сына. Задерживаются. Ну, у женщин есть такое свойство, опасно быть обычно. Ну, давайте так, начнем по порядку. Первая семья, семья Гавриленко, артист, да? Сережа, услышал знакомую мелодию? Какую? Он так разволновался, что он даже не помнит, какая звучала мелодия. Призыв в армию. А как с удовольствием ведет? Да, да. Почему? Как это не очень? Ну, что-то не делал, че-то. Но вы знаете, насчет того, что там делать в армии, я думаю, что мы проведем очередную встречу уже с призывной молодежью. А сегодня у нас праздник, День семьи. И вот, Сережа, как ты думаешь, вот ты уходишь в армию? Срок небольшой, чтобы сейчас. А что чувствует твоя мама? Ты знаешь, Ириня? Ну, шо. Чтоб я служил хорошо, в общем. Быстрее вернулся. Соображает, молодец. Да, чтоб не изменился. В лучшую или худшую сторону? В худшую, конечно. Лучше, то само собой. Чему-то да научит. Вот видишь, а ты говоришь, зачем нам служить? Чему-то да научит. Многому да научит. Но главное, что ты будешь сильный, крепкий. И что мы спокойно и надежно будем спать в своих постелях. А Вера, Надежда и Любочка будут спокойно расти, зная о том, что Сергей Гаврилев или Гавриленко служит в рядах украинской армии. А я хотела бы вот сейчас подойти к вам. Вы к нам откуда приехали? Смернополь. Украинский вид национальный Смернополь. Скажите, пожалуйста, вот был такой вопрос, что чувствует мама, а вы, как мать, что думаете, что чувствует ваш сын? Я не знаю, что он чувствует. А вы? Ну, что, просто служим хорошо, вернусь домой. Нормально, что служим. Чтобы вы могли гордиться своим сыном. И действительно так. Потому что, провожая в армию своих сыновей, матери ждут их, может быть, даже больше, чем сами сыновья. Потому что, ушел в армию, молодой человек подрастает, взрослеет, становится крепким, сильным. А порой даже забывает написать письмо матери. Но я думаю, что наши семьи, семьи многодетные, которые 26 мая будут провожать своих сыновей в армию, дождутся своих крепких, любимых сыновей, которые честно отдадут долг нашей Украине. Есть такой обычай. С Холмского есть парень, который призывается в армию? Есть, есть. Пожалуйста, подойдите сюда. Мать всегда вручает сыну комочек земли в красном кесете. Возьмите этот кесет. Ну, а вы будете вместо мамы потом уже. Вот эти вот кесеты вручаются нашим детям. В них земля, где вы выросли, где вы пустите после армии корней, и после армии вы вернетесь им. Эти кесетки мамы вручали своим сыновьям. Вручайте им. А хлеб, который вырос в той земле, которую получили наши ребята, мамы, вручали своим детям со словами пожелания. И я думаю, что вы сейчас скажете нам. Дорогие ребята, с 26 и 28 у вас начинается новая жизнь. Жизнь, конечно, нелегкая, с трудностями, с преградами. Но вы должны пройти мужественно эти преграды. Честно и добросовестно отслужить армию. И мы, и здоровы ведь, вернутся домой. И мы желаем, чтобы над вами во время службы царила покой и мир. Ой, тяжело говорить, извините, конечно. Потому что тяжело. Ну, всем, конечно, только от здоровья и мира. И я хочу, конечно, в этот день еще торжественный поздравить организаторов этого праздника и всех присутствующих на этом празднике с Днем Семьи пожелать действительно большой человеческой любви, счастья, здоровья всем на сотню долгих лет. А это право дорогого стоит в труде вам производственных побед в семейной жизни, мира и покоя. Большое спасибо. И я думаю, что этот хлеб, ребята, вы должны взять. И отщипнув ломать хлеба, раскрывайте, солдаты будущих, что вы стесняетесь? Подходите. Отщипнув ломать хлеба, где бы вы ни были, отщипывайте, отщипывайте, не бойтесь, где бы вы ни были, в армии. Когда вернетесь и от армии, вы должны всегда помнить о том, что есть мать, что есть Родина, что есть земля, которая вас вырастила, воспитала, которая вам дала силы для службы и к которой вы должны вернуться. щетка, чтобы при первой необходимости они могли их использовать. Дорогие ребята, счастливой вам службы, счастья, здоровья ваших семей. Мы просим вас пройти в наш зал, а для вас наш музыкальный подарок. АПЛОДИСМЕНТЫ По ночной пишине Ты пела песни мне И улыбаться я тебе по сне. Ночные облака Качали на руках И в дальней славы Время не река. ПЕСНЯ Мама Я без тебя Всегда скучаю Мама Хожу и поезда встречаю Мама Как грустно мне Без теплых двоих День больших берез Наивных детских слез Когда упала В худку и всерьез Мама Вставал и уходил Прощенья не просил Как жаль, что я Таким, как дата был Мама Я без тебя Всегда скучаю Мама Хожу и поезда встречаю Мама Как грустно мне Без теплых двоих Мама Мама Я иногда боюсь Что в сердце моем грусть Поселится и я Вержу вернусь Мама Мама В те детские годы Я знаю Я знаю все Остан Что мы с тобой Навечно Мама 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 Нас ждет на проспаха Цветы его надежды, славяне Ну хоть один, ну хоть один Ну хоть один, я все лежал Говорил мне-то, не ходи на бока На бока цветы не растут Говорил мне-то, но я очень упрям В песках твоей маке цветут И вынужден в болтах на волю спустить бродягу И тут же посадил прекрасные цветы бродяга И в воздухе цветы открылся под мечты бродяги И изумленный танк поперелся цветы И что я оказалась диванной красоты Говорил мне-то, не ходи на бока На бока цветы не растут Говорил мне-то, но я очень упрям В песках твоей маке цветут Говорил мне-то, не ходи на бока На бока цветы не растут Говорил мне-то, но я очень упрям В песках твоей маке цветут Говорил мне-то, не ходи на бока На бока цветы не растут Говорил мне-то, но я очень упрям В песках твоей маке цветут Говорил мне-то, но я очень упрям Звучало все меньше и меньше А для этого необходимо сберегать Самое дорогое чувство Ощущение нужности Порядочности души И взаимной любви Как это делается в наших уважаемых семьях Баланюк Николая Петровича и жены его Раисы Васильевны Карагяву Ивана Михайловича и Лукерь Борисовны Как это делается в семьях степлицы Евтушенко Пелагеи Федоровны Фельдшера-пенсионерки Поповой Веры Федоровны Учителя школы Мирнополья Козел Николай Тепанович Который пережил Чернобыль И трудится в данном селе В селе Мирнополья Я хотела бы сейчас на сцену Пригласить председателя Сельского совета Села Теплица Дэс Степана Андреевича Добрый день, уважаемые друзья Уважаемые товарищи Разрешите мне в этот праздничный день Поздравить всех присутствующих в этом зале И тех, кто не смог сегодня попасть на этот праздник Поздравить с этим праздником Пожелать вам хребкого здоровья Это самое главное Пожелать мира Пожелать семейного благополучия И всего-всего самого-самого хорошего Говорят, человек счастлив до тех пор Пока он чувствует себя нужным Пока он кому-то нужен Или пока он что-то еще может делать Поэтому я хочу К этим пожеланиям еще Добавить и пожелания От депутата областного совета Кистула Ивана Васильевича Вот И от имени правления агрофирмы Сельского совета Тем семьям, которые сегодня Присутствуют здесь Садово и Теплице Как бы добавить еще немножечко Забот, чтобы они себя чувствовали Нужными Каждой семье Будет вручен Живой поросенок В качестве приза Овец такой Но так как поросята обычно хрюкают Просят кушать Мы их не сейчас будем вручать Они получат дома в рабочем порядке Счастья вам! Оливье и Теплице Оливье и Теплице Вернет Аплодисменты Вот я смотрю на эту семью И вот где выдаюсь А скажите, как вы различаете с твоей девчонкой? По голосу Серьезно? А как это? Ну, прошу, чтобы заговорили Девочки, а ну-ка заговорите Что сказать? Оль Надя Значит, Ольга и Надя Правильно? Вопрос такой Вот вы пережили эту Чернобыльскую трагедию Это действительно трагедия, правда? И не дай бог, чтобы еще раз повторилось Вот как отец Как отец семейства В котором, по-моему, трое детей Да? А где еще один? Сын в институте занимают Вот так В каком? В сельхозе Будучи работник сельского хозяйства Дай ему закончить институт И пойти по стопам родителей Вот все-таки Что бы вы хотели пожелать Всем сидящим здесь в зале Независимо от того То ли это мужчина То ли это женщина То ли это маленький ребенок Или взрослая дочь или сын То ли это ветеран То ли это золотой юбиле Что бы вы всем хотели пожелать Как отец семейства? Ну, во-первых Всем хочу пожелать Крепкого здоровья Во-вторых Что бы Никогда больше не повторилось То, что пережила наша семья И что бы каждый из вас Имел то, что он хочет иметь Что бы имел Мнуков, правнуков, воспитываний Что бы вашего здоровья Хватило на всех них И доброты вашей Хватило на многие годы А я хочу обратиться к вам Как к женщине Которая имеет троих Великолепных детей Что бы вы хотели пожелать Сидящих сзади Ну, я за все В сердце Матери Если вы не приходили То вы приходите домой А мама Это семья Это значит и папа А я хочу обратиться к вам Девчонкам Девчонки Вот вы еще молодые Да? Вот вы слушаете Вот здесь вот нас слушаете Думаете Ну, что же там все говорят Да? Семье Семье Вот сколько вам лет? Семнадцать Тебе тоже? Да А кто все-таки старше На несколько часов? На десять минут На десять минут Да Значит, будет говорить Младшая А, младшая Вот что бы ты хотела пожелать Здесь Вот дедушкам Бабушкам Мам Папам Вообще Вот Хотела бы ты иметь Свою семью Хотела бы Очень большую бы Хотела иметь семью Пожелать я хочу Здоровья Счастья Чтобы и внуки И дети вас любили Мамы, и папы Бабушки, и дедушки Ну, а теперь немножко Давайте Старше говори Ну, я присоединяю Младшей И желаю всего наилучшего Что можно пожелать Здоровья Счастья Любви А как вы любите своих родителей? Вы можете нам показать Сцены? Ну Соображаем Правильно Дорогие наши Семья Кожа Мы желаем вам счастья Здоровья Всего самого хорошего Чтобы на ваших устах Всегда была вот такая Прекрасная улыбка А подарок Примите от нас Наш сюрприз Стаканчик на пятерых А если приедем с невестой То бурт стаканчиком Раз на шестерых Счастья вам, здоровья Всего доброго А для вас Наш музыкальный подарок Для вас Поет Марина Чернышева Встречайте Аплодисменты 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон.